Феррит прилагает большие усилия, чтобы убедить Сейран, чьи рисунки пользуются большой популярностью, работать вместе. Для Феррита станет большим сюрпризом, когда Сейран, уличившая Синанова лжи, согласится на эту работу. Пока Дияр, подвергающийся брачному давлению со стороны своего деда, пытается узнать позицию Феррита по этому вопросу, она оказывается на распутье, в их двусторонних отношениях. Кизим, который пытается узнать, что скрывает Суна, оказывается на пороге шокирующей правды, которая изменит жизнь каждого. Пока Сейран и Синан готовятся сделать важный шаг в своих отношениях, Феррит также готовится перейти к новой странице своих отношений с Дияр. Однако план Айлы, которая пытается разлучить своего сына Синана с Сейран, вновь сведет Сейран и Феррита лицом к лицу в неожиданный момент. Вот такое описание 77-й серии нам дали создатели сериала. Неужели все плохо? Получается, Феррит не стремится завоевывать Сейран. Просто случай может их свести. Весь смысл сериала теряется. То есть они могут быть и не вместе, если бы не усилие этой Айлы. Тот факт, что мы до сих пор не знаем, что это за болезнь такая была, очень мешает адекватно реагировать на поведение Сейран. В конце второго сезона ей чуть ли не несколько месяцев оставалось. А тут она за два года успела пройти лечение, вылечиться, восстановиться и посетить 36 стран. Это что за болезнь такая? Причем ее шикарные длинные волосы были на месте, когда она в больнице отшила Ферро с помощью дешевого спектакля Исуны. То есть она уже была на лечении в тот момент. Поэтому не зная, через что именно она прошла, как ей было тяжело, очень трудно ее понимать и сочувствовать ей. Продолжение следует...